Привет! Только проснулась и буду пить гербион, видно нет, для отхаркивающего. Получается сироп и вся листья в экстракт. Хочу намазаться, так как сегодня дома в основном. Еще давно надо перебрать полки. Получается летние убрать, а зимние находа, то есть честно. Зачай. Кружка в принципе у меня большая. Стекло темное, затемненное. Лимончик стараюсь маленький-маленький. Видите, что желудок болит. Сейчас буду мазаться, так как решила, что буду дома, потому что буду полымыть. Видео смотреть. Рисовать. Мне рисовать надо. Сейчас покажу, в чем намажусь. Вот планет спа у меня остатки. Девочки, совсем ничем не мажут. Совсем ничем. Потому и заказы не делаю. Нет смысла делать, потому что я ничем не пользуюсь, особенно лосьонами. Этот лосьон мне очень понравился. Мне понравился его запах. Да. Ну, одним словом, ромашка с лавандой. В общем, это я ноги помажу, потому что ноги после бритья у меня шершатся. Это, значит, вот этот. Под глазки я нанесу. Вот этот крем мне понравился. Хоть и он эту серию никто не воспринимает. Хрен его знает. Но вот он реально разглаживает. Тоже лицо практически ничем не мажу. Но иногда мазать надо. Вот. Дальше для лица возьму вот этот крем. Лежит у меня танецкая косметика. Он Женьшеня, хиноцей, витаминье, масло, ши и оливка. Это просто лицо помажу. Ну, долго я ходить в нем не буду. Это все равно еще сотру. Ну, знаете, пошла что-то съела и начинаю там рот мыть. И все равно я это смою. Крем для ног. Ноги у меня тоже випец в каком состоянии после лета. А летом я ничем пользоваться не могу. Крем для ног дезодорирующий, можжевеловый. Эфирное можжевелое масло и деокомпонент. Тоже тут несколько косметики. Это я стопа намажу. Сиськи намажу вот этим. У меня уже заканчивается вот этим средством. Вот оно лежит. Там заканчивается, слава богу. И масло. Маслица я себе покупала месяц назад, наверное, где-то в Bio Oil. Разрекламированное по YouTube. Офигенное масло. Офигенное. Тоже заканчивается. Чему я рада? Почему рада? Потому что я люблю, когда заканчивается продукт. Ну, вот из года в год вот это лежит. Это видно, что не зацепило. А вот это зацепило. Значит, я мажу им руки, тело. Вот. И шею. То есть, да, то им можно мазать лицо, кстати. Вам бы состав, да, прочитать. Девочки, девочки. Экспертный уход за кожей специально. Разработан для уменьшения видимости рукцов с 3 вравнования цвета кожи. Уникальная форма, содержащая революционный по своему действию. Ингредиент. Пурсильон, что ли. Ой, я не знаю, если такое эффективно. Для возрастной и для обезвоженной кожи. Видите, как. Так. Ой, нет. Состав не получится, потому что он на английском. Это на сайт. Надо заходить на их сайт. Наносить дважды в день. Минимум в течение трех месяцев. Во время беременности наносить дважды в день. Начинается второго триместра. Для тех, кто беременен. Сделано в Южной Африке. Вот тут написано. Я бы тоже не сфокусировалась. Вот вкладыш есть. Хорошее масло. Вот состав. Для тех, кто разбирается. Только витамин Е, витамин А. Видите, можно на лицо мазать. Чем, в общем-то, есть мазать. Вот губы. Ну, вообще, все намазывалось. Вспомнила, да, вот руки. Намажу вот таким вот кремом. Тоже стоит сто лет. Это с пчелиным маточным молочком. Интенсивно увлажняющий крем для рук. Опять же, тоже все заброшено. Лежит, мне кажется, надо срок годности смотреть. Вот прям вот буду всю длину мазать. Кстати, кисти рук не буду трогать, потому что мне нужно будет сейчас... Ну, рисовать буду. Другие должны быть жирные. Вот такая у меня картина получается. Я рисую, смотрю влоги. Так что вот так вот. Близится к завершению. Мое творчество. Я в ванной уже все смыла. Я уже после... Как дела зовут? Что-нибудь все поперевернулось. После крема Женьшеньева нанесла лосьон. Да? Что могу сказать? Неплохой лосьон. Вообще я к лосьонам отношусь так себе. Здесь, значит, у нас холаген и салицил. Салицил прижигает слегка в плечике. В общем, после этого лосьона не зовут. Коллаген, комплексный коллаген. Кошак пришел. Лицо такое, ну, выравнивается цвет лица. Пойдет лучше. Нормально. Весело упало у меня. Беру свой набор. Сейчас я буду чистить лицо. Выбираю маску. Обычно я чищу все-таки вот этой. Это у меня краска. Я рисовала же. Куда посрался. Убежала. Вот такие вот два. Что могу сказать? Как долго заканчивается? Они пипец какие. В общем, их надолго хватает. Экономичные они. Но я не в восторге. Больше мне вот это нравится. 110 капель увлажняющего масла. Освежает. Очищающий гель. Ниже, чем вот этот. Но я вот и возьму очищающий. Почему-то как-то я не особо восторгиваюсь. от этой фирмы. Я ему не сказала, что она такая бюджетная. Прямо. Для меня это примерно серьезная сумма. Но я бы говорила, что я, в общем-то, хотела просто попробовать. Я люблю пробовать в компании. Классная помпочка. Вот я ее и пробую. Вот я ее пробую. После этого, когда почищем чистить лицо. Начинаем чистить лицо. После этого, я говорю, нанесу маску на лица. два месяца у меня была чистая кожа вообще перед морем, так скажем. Это, наверное, июль-август. Ну, просто чистейшая кожа. Как-то вот я отравилась в Анапе, у меня полезли прыщики. Все-таки, наверное, это имеет место быть, кишечник. Догажный кишечник. Пипец. Не то, чтобы больновато, но... Серьезно, прям так. Какую маску носить, не знаю. От прыщей. У меня тут все одни маски-пленки стоят, да? Дэйвом. А я хочу какой-нибудь такой питательный, увлажняющий. Здесь нет, а здесь мне так отпрыщает фаберлик от Эйвом. Плюс погода смотреть надо. Сейчас скажу, что мне не понравилось. Мне не понравилось это средство от Диадемин. Средство для очищения от макияжа. Мне понравилось. больше покупать не буду. Я все экспериментирую. Нет, чтобы купить просто от гарнир, который мне так сильно нравится, мицеллярная вода. Знаете, здесь даже смывать ничего не надо. Оно уже все кайфово. потом я мою, 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 и высушиваю. И высушиваю. очень удобно маски тканевые покупать одноразовые. Пакет попользовался вытянул. И оно мне покажется. Кому как, да? Мне кажется, это удобно. Все, нашла я маску, взяла новую, ну, из питательных. Куда я стою? Смотрю, в зеркало. Сейчас нанесу такой крем, потому что маску я буду держать всего 10-20 минут, и поэтому крема это держать долго не буду. Винью, здесь такая сверху покрывается здесь масло. Ну, не знаю, не знаю. Ой, как много взяла. Можно было всем этим кремом нанести. Я эти процедуры делаю не каждый день. Нет, нерегулярно. Просто вот беру сегодня с собой. Мне скучно так. Вообще, нерегулярно я это все делаю. Я вам скажу. Поэтому, поэтому, глаза, господи, я уже много месяцев я не ухаживаю за глазами. Это плохо. Потому что раньше было по-другому. Гораздо по-другому было. Сейчас муж должен пройти с работы. А если не хочу разговаривать, беру кисточку. Бывает, так, когда ты не хочешь разговаривать, так бывает. Так, маска с маслом шин. Я выбрала с маслом шин. Думала, с чем же, с чем же. Но все-таки выбрала с этим. Как же все-таки классно кисточкой распределять. Вот и я поэтому заказывала с Эйвона тоже. Это очень удобно. вкусно пахнет. У меня там с оливом еще было. Думаю, может, оливку подарить кому-нибудь. Но мне что-то я не в восторге от щетины. Если честно. Щетина очень твердая. А так для уточнения это от Планет СПА. Это от Планет СПА от Эйвона специальная кисточка для нанесения масок. Ихняя же серия. Вот она у меня в руках. Говорю, что ты там делаешь? Так что буду показывать. Я сама люблю, когда показывают продукты на экране. Вдруг так с первого раза не увидишь. Вот я маски. Было лето. Все, лето закончилось, похолодалось. У нас сейчас неделя дождей начнется на Ставрополье. Господи, хоть бы града не было. Может быть, да, смотрят в курсе, что на юге России очень часто град бывает. Хочу слой побольше сделать. Возмещение за тот срок летний, которым я ничем не пользовалась. Вот и я дни у меня бывают дни, когда шопот тогда и делаю. Блин, конечно, у меня с маслом сшито пельце, у меня тут, наверное, набор такой стоит. Смотрите, вот это скраб для рук ступней. Он классный. Я вообще могу всем посоветовать. Потом вот это увлажняющая ухаживающая маска для рук. Тоже, видите, с маслом сшито. Ой, извиняю, серия вся, конечно. Только так. Мне скраб нравится. Я от скраба просто балдею. Все умоем кисточку. Интересно, вот это заржавеет или не заржавеет? Кто-нибудь пользовался уже такую? Потому что не хотелось бы. и вот я что хотела сказать. Вот это скраб для рук и для ног которые. Как он пахнет божественно. Боже. Какой запах. Не знаю, я все без ума. Все. Поставим сюда. А, и что я хочу сказать, что нанесла я маску на лицо. Маска впитывается. Тут написано 10 минут, ну, где-то 20 я смело поношу. И это время я буду над полы. Да. ремонтирую. Продолжение следует... Но надо было домой ехать, чтобы деньги не тратить, купить дома чай. Ночью мы завтракали, купали на свадьбу костюм, да? Что было в магазине, криво, слушай, сколько там часов было, это жесть было для меня. Три часа убирали. Ужас, уже весь разваливается. Он выслал, что дома пятерочки нет и плохо, он в плохом магазине. Такими темпами у нас скоро будет, если вершины. Вот он, Аки. Так, куда мы пришли? Куда мы пришли? Ну, я же объясняла, что Аки. Глядись, горчица. Пришлось все, можно забрать. А давай напополам, вот эту я половинку и вот эту. Ну, вот мы ездила я посмотреть, что-нибудь кофту. Так разжирнела, что мне ничего не понравилось, я ничего не купила. Это зелень, здесь кинза, укроп, базилик, оренгану. Так, с рынком, естественно. Ложки купили. Наконец-то. Кто-то куда-то исчезает. Посты, кто-то исчезает, чайные. Стираются вот эти ложечки. Вот эти у нас вообще исчезли. Для малой, что ли? Островатые, по бокам-то вроде как. Так, малина с архыза. 250 рублей вышел. Вот этот лоток, 250 рублей. Дорога. Вот этот изюм, полкило. Вышел на авось, прежде чем-то рублей. Вот он. Так. Купила себе шапку на зиму, получается, что мужу очень понравилось, сказал, что покупала. Вот такая вот красота. Вокруг все такие вот бубоны. В общем, в общем. Куда я еще могу? Главное, чтобы не замерзнуть. А то у меня в том году вообще... Почему вершину? Потому что... Шапка, которая рядом с нашим домом. Такая шапка. Понятно. Не обновлять тоже как бы надо. Честно, я была бы рада, если был бы другой магазин, но набрали пятерочку. Поэтому я хожу в вершину по мелочи. Хлеб взяла на резину. Вот. Обычный. Потом-батом. Фитнес. Что? С семечками или что? У нас пропал один такой лоток. Ничего, муж не ест. Так. Зева. Памперсы, хотела сказать эти. Туалетная бумага. Вроде как четырехслойная. Так. У меня инвентарь. У меня так вот... Позирай попробовать. Не знаю. Такую никогда не покупала. Что-то появилось. В бочок, я так понимаю, кидать надо. Пока еще немножко не понимаю. Понятно, как это все-таки как в этикетке. Освежитель из упаковки, не снимая защитную оболочку, поместите освежитель на противоположной стороне отверстия пополнения водой. Через несколько минут вода окрасится, показывая, что началось действие от таблетки. Освежитель вместе с защитной пленкой разлагается в воде без остатка. Не знаю, будем пробовать. Йогурты. Ой, вот, творожки. От фирмы Савушкин. Вот это киви и... И, и, и... Творожное... Это что-то? Кудничное пирожное. По-моему, все. И я вот себе иногда беру... Свекольные котлеты. Раздавилась одна. Вот. Варю 315 рублей. Малину. В общем, тут у меня физил. Да? Вот кусочек, да? И малина, малина, вот физил там. Решила компот сварить. Уж я не знаю, варить ли с малины лучше компот. Видите, панечка красная. Ну вот, решила сварить. Посмотрим, что получится. Ни разу не варила. И два яблочка у меня есть. С местных... Ну, с местных... Местные яблоки. Ставропольские. Лежат. Потом я это все процежу. И закину яблоки. Да. Посмотрим, что получится. Все не очень-то хорошо. Плюс 10. Каждый день дожди. Каждый день дожди. Когда форточка открыта, видите, там расстояние. То она капает на... Получается, на внутреннюю сторону. И эти брызги остаются. Вот. Что такое? Буянистый. Буянистый. Вот она моя картина. Вы видео уже могли посмотреть, пока стоит тут. К ней нужна рамочка. Красота мужу тоже очень понравилась. Шикардос. У нас уже холодно. Не включаю обогреватель на лоджию, потому что батарея не работает. По возможности, может быть, придется ее вообще в комнату забирать. Здесь у меня сушатся носки на подоконнике. Вот такая вот фигня. На этом я буду заканчивать свой влог. Пойду, наверное, в магазин схожу. За молоком, за хлебом, за колбасой. Вот. А за молоком хочу гречку с молоком. Всем пока-пока.